Ну, уже исторически так сложилось, что игры между Мозерем и Гомерем имеют такое принципиальное значение, такой принципиальный характер. Понятно, что мы это учитывали, готовились, и обычно игры эти заканчиваются с непредсказуемым результатом. В принципе, невозможно сказать, как закончится очередное противостояние, поэтому настраивались на серьезную игру. Что сказать по матчу? Первый танк, конечно же, у нас не получился. Второй более содержательный был в нашем исполнении. Взяли мяч под контроль, создавали моменты, пытались все-таки исправить ситуацию, пытались отыграть те два мяча, которые пропустили в первом тайме. Но, к сожалению, это не удалось, и результат сегодня наше вопрос. Спасибо, мой вопрос. Так же, как вы играли здесь в минусе Линава, после 20-й минута, как нам показалось, вы перекладили инициативу. Но вот гол несколько изменился датус на поле. Повлиял ли он, либо таймер взял скорость раздрался? Никак не повлиял. Понятно, что мы пытались изначально играть с первым номером, взять мяч под контроль, контролировать. Но этого не было в начале игры. Потом, наверное, больше успокоились, начали действовать в привычной манере. Но, к сожалению, пропустили. Я думаю, что надо отдать должное и сопернику. Это хорошее исполнительское мастерство. Из-за пределов штрафной один и второй удар, которые достигли цели. Поэтому тут и сопернику тоже надо отдать должное. А вообще, насколько сложно создавать команду, по сути дела новую, 3-4 человека с того года? И какой срок нужен, чтобы эта команда уже обрелась? Для этого вашего? Ну, создавать непросто, скажем, откровенно. Какой срок? Сложно какие-то рамки поставить. Хотелось бы, чтобы это было как можно быстрее. Над этим мы работаем. И хотелось бы, чтобы уже мы выглядели целостно на футбольном поле уже в ближайших мочах. Ну и последний вопрос. Вот у вас, например, кубковая игра. На отходы без добра. Может, вот это, ну, в какой-то степени горький результат поспособствует лучшему настроению кубок? Ну, это разные соревнования, и в любом случае нельзя сказать, хуже это или лучше. Пока уже время посмотрим. Спасибо большое. Спасибо, можно было просмотреть. Владимир Владимирович, подкрыть, пожалуйста, в основном, у меня как раз-таки одно основное позднее питание. Я бы не согласился, потому что чемпионаты кубок это два разных соревнования, и мы не смотрим так далеко, потому что у нас каждая следующая игра, она самая важная. Сегодня у нас была славя, мы пытались на 100% максимально хорошо сыграть, максимально качественно сыграть, но у нас не получилось. И уже после прошествия этой игры мы готовимся к Витебску, и с завтрашнего дня у нас Витебск будет уже самая важная игра. У нас сложный календарь, и мы не смотрим далеко, где мы можем очки взять, где мы сможем как-то сэкономить силы, не сэкономить силы. Но я думаю, что так вопрос настоит. У нас каждая игра, она самая важная, мы готовимся на 100% именно каждой игре. И вылечите, все-таки у первшем тайме, где были основные помылки? Конкретно на поле? Ну, там была оборона, на них были все-таки атаковать? Мы ошибались, очень много ошибались в простых ситуациях, когда мы выходили из обороны в атаку, когда для наших футболистов это не свойственно, к этому был большой процент брака. У нас не держался мяч, мы играли большую часть первого тайма без мяча, поэтому в создании практически ничего не получалось. Как только мы взяли мяч под контроль, у нас начали создаваться моменты. Ну-ка, еще вопрос, пожалуйста. Самый лучший отрезок игры сегодняшнего в игре. Первые 15 мм в игре создавалось давление, был плохой удар в створку, в туболистах Адроула неплохой удар, в макасе. Почему не получилось продолжение? Ну, соперник тоже, скажем так, оказывал сопротивление и очень сложно было вскрыть, особенно когда не играли по счету, не было свободных зон, чтобы более качественно скрывать оборону. Поэтому, конечно, поверьте, и ребята пытались исправить ситуацию, но сегодня, к сожалению, опасные моменты не привели к зайцу воросованию. Не так часто в поле играют макаси и галаши, или сегодня на весь второй тайм у меня была такая возможность взаимодействовать. Как вы оцениваете эту пару? Есть ли у нее перспективы чаще играть вместе? Конечно, есть перспективы. Мы в начале сезона разные сочетания используем, и сегодня уже бросили все основные силы ударами для того, чтобы исправить ситуацию. Один и второй может забить. Также те ребята, которые играли, которые выходили, мы на всех рассчитываем. Но вот именно в плане завершения атак все-таки есть моменты у него одного и второго, но мы на них надеемся, что они будут их реализовывать дальше. Продолжение следует...